Так, ребят, всем доброе утро. 5 марта, Москва. Налоговые и экономические новости с Ларисой Гарамовой. И прежде чем я начну, я бы вам хотела сказать, что сейчас самое время начинать новые проекты, запускать новые бизнесы и вообще воплощать все свои мечты в жизнь и в реальность на турбо-скорости, включив свою максимальную турбо-скорость. Вы даже не представляете, где мы окажемся даже через месяц. Итак, новости. Госдума у нас отменила проверки для малого бизнеса и вела кредитные каникулы. Для малого и среднего бизнеса у нас их отменили до 2022 года, а для аккредитованных IT-организаций до конца 2024 года. На самом деле по IT-компаниям целый пакет принят поправок, в том числе ольготам налогобложения, в том числе ребята освобождают от военной службы. Скорее всего, мы на эту тему сделаем какой-то отдельный короткий экспресс-выпуск. Дальше. Все права правительства расширены. Теперь оно может устанавливать случай и порядок списания начисленных поставщику, но не списанных заказчиком, сумм неустойк. Пересматривать условия государственных закупок, самостоятельно повышать размер доплаты к пенсии и ее дополнительной индексации, изменением рода и прожиточного минимума. Далее. Расширен список лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощенной схеме. Средства Фонда национального благосостояния могут быть размещены в государственные ценные бумаги. Дополнительные нефтегазовые доходы могут быть использованы оперативно для обеспечения мероприятий по предотвращению негативного влияния на экономику. Запущен четвертый этап амнистии капиталов. Об этом в прошлый раз с вами говорили, что это беспрецедентный этап, когда вообще у нас возможно задекларировать наконец все наличные деньги, если они имеют какой-то непонятный источник происхождения. Дальше. Источники уплаты налогов, сроки уплаты налогов, федеральный и региональный бюджет продлены. Об этом тоже в прошлый раз говорили. Дальше. Что касается вообще вот этой всей фактуры, я хочу сказать, что мы с вами можем из этого истории извлечь для себя, какой урок. Это я говорю, я считаю, что наше государство это гениальный, гениальный пример о том, вообще как нам учиться вести свой бизнес. О том, там работают гениальные абсолютно антикризисные менеджеры. Просто поверьте в это, я за этим наблюдаю, я это знаю. Чему конкретно мы можем научиться из этой конкретно отдельной локальной новости? Из этой конкретной новости мы можем научиться тому, что когда приходят какие-то форс-мажорные истории, мы должны как управленцы, как собственники владельцы бизнеса перераспределять зоны ответственности и принятия решений. То есть если вы раньше как руководитель все принимали на своем уровне, вплоть до заказа констоваров и качества бумаги в ваш офис, то сейчас отдавайте эти полномочия и функции, спускайте на руководителя подразделений. То есть я думаю, что к этому моменту у вас уже должна быть выстроена организационная структура. С учетом антикризиса, соответственно, вы должны эти структуры были перерасмотреть. И мы наделяем дополнительными полномочиями и ответственностью наше подразделение, которое находится на уровень ниже. То есть это наша команда, то есть мы таким образом распределяем. Ну скажите, вот если бы не эта новость, я бы, например, сегодня это не проговорила. Дальше. Уступку прав третьим лицам. Вторая новость. По договорам потребительского кредита могут запретить. Значит, напомню, нормативная база, это статья 5 федерального закона 21 декабря 353 ФСЗ о потребительском кредите или займе. Это проект закона, напомню, да. Что сейчас? Сейчас они могут переуступать право требования долга третьим лицам. Коллекторам. Что хотят сделать? Хотят запретить это делать, чтобы защитить права и законы интересы граждан, оформивших договор потребительского кредита. Это хорошая интересная новость. Поэтому, то есть, если на вас оказывают давление, у вас пошли просрочки из-за этой истории, у вас потерян источник постоянного дохода, вы предприниматель, вы физическое лицо. То, соответственно, это действие коллектора все неправомерно. Так, карты Visa и MasterCard продолжают работать на всей территории России. Про это тоже будет спецвыпуск. Боже мой, ну, надо все записывать. Значит, что я вам обещала? Уже две истории обещала. Следующая. Плюс две истории с прошлого. Вы за мной вообще записываете? Кто-нибудь мне будет говорить, что я вам не обещала, когда я это сделаю? Так, дальше. Подготовлен проект четвертый. Подготовлен проект об ограничении возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Законопроектом предлагается сократить перечень поводов для возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. Эти изменения позволят снизить нагрузку на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций. Опять возвращаемся к нашему предыдущему выпуску. То, о чем я вам говорила, что ребята сейчас пойдут к вам, будут вас кошмарить, потому что нет другого источника. Вы видите, для снижения социальной напряженности, наоборот, понижают градус, говорят, все окей, успокойтесь. Здесь надо читать нюансы, читать между строк. То есть в целом концепция такая, общий тренд, что не все действия будут квалифицироваться как налоговые правонарушения и преступления. Я здесь, опять же, на протяжении этих двух дней уже была на двух встречах бизнес-клубов. То есть мы сейчас активно работаем, вырабатываем различные антикризисные мероприятия, что делать. Все думаем, все штормим. И одна из историй, в том числе, связана с тем, что мы понимаем, какие рынки сейчас будут развиваться. То есть куда будет идти тренд. Так, дальше. Банк России, пятая, установил комиссию на уровне 12% для покупки иностранной валюты. Это новость у нас вчерашнего дня. Было 30, стало 12. Для юридических лиц сохраняется также 12. И последняя новость, шестая. Россияне стали лучше понимать термин инфляция. Это у нас данные аналитического центра на ФИ. Стали лучше понимать и научились рассчитывать ее влияние на покупательскую способность. Так, в 2018 году только 48% респондентов, а в 2022 году уже целых 60%. Там мы задавали конкретно один простой вопрос о том, что будет, если вы получаете сейчас одну сумму на руки. Через некоторое количество времени инфляция такая, что будет. И все ответили дружно и правильно, что на это же количество денег можно будет купить меньшее количество товаров. Поэтому, что интересно, в выборке участвовали мужчины старше 40 лет и имеющие высшее образование. Поэтому обнимите ваших мужчин. Посмотрите, какие они у нас умнички. И также вам хотела напомнить, что точка силы и опоры находится всегда в настоящем. Прошлое уже вы не можете изменить. Вы можете его только переосмыслить. Будущее заложено в настоящем. Поэтому вся сила, вся мощь, все возможности, все ваше блистательное будущее находится в точке сейчас. Обнимаю вас всех и до новых встреч.